Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы сегодня пришли на наше событие, такое закрытое открытие. Мы звали сегодня только самых близких и дорогих друзей, всех участников создания этого арт-пространства, художников, которые приносили свои работы, и тех, кого они посчитали нужным позвать в эту компанию. Сегодня открывается арт-пространство Ингербург, и надеюсь, это станет интересным, место станет для вас интересным, и вы будете нас часто навещать. Самое главное, то, что сегодня хотелось вам представить и показать, самая главная, основная причина создания этого пространства, это вот это отворное чудо. Сейчас я позову автора макета, Александра Александровича Семочкина, с просьбой рассказать об этом макете, как задумывалась, как пришла идея, как это все воплощалось. На самом деле, тут моих слов не нужно, позовем автора. Александр Александрович. Сегодня была большая нагрузка. Он провел на полчасовой экскурсию, поэтому побережем его голос и служим мастерам. Я уже не знаю, честно вам скажу, беременную идею. Мне хотелось бы сделать большой гектар, полтора гектара, макет Гатчинского района с возрастом примечательности, потому что мы живем, вот честно говоря. Ребята, нигде в нашей стране, и может быть только где-нибудь в благословенной Италии, нет такого невероятной, нет такой концентрации памятников истории, архитектуры, искусства, жительства замечательных людей и природных данных. Мы обладаем такой жемчужиной, такой красоты, такой значимости, что даже порой не то что не оцениваем это, а просто даже не знаем, что она у нас под ногами есть и лежит. Поэтому будировать, так сказать, сознание человека в восприятии, вот это словно вещь святая. Ну вот маленький такой, маленькая такая работка, посвященная участвованию. Как есть начинался город Гатчин. Еще тогда, когда он городом не был, когда это была дворцовая резиденция, когда здесь жил царевич Павлов Петрович, который еще не стал императором, и что собой тогда являло вот это благословенное место, и как оно выглядело. Это важная вещь не только для тех, кто изучает прошлое своей, своего там края, своего конкретного города, своей земли, но еще за тем, чтобы возбудить фантасию, собственно. Понимаете? Я другу, как-то я что-нибудь делаю в таком роде, другое, но свое. Я сегодня уже говорил, там, ну-ка, на Петропавловской крепости, когда доверили эту 12-часовую борьбу мне. Ну что, вы понимаете, вот ребята с незалежной могут, конечно, как можно там говорить, право мастеров русских, не гордиться тем, что они начало Киевской Руси, но мы-то с вами должны о чем-то понимать, что начало этой громадной империи, уникальной культуры и цивилизации русского типа имеет начало быть здесь, у нас. Три первые столицы здесь. И именно то важно, что вот на смешении трех великих местусов, славян, пришедших замок, германцев, пришедших сын, и финно-укров местных, на этих трех великих народах, вот на этом человеческом водовороте замешано начало громадного государства, огромной цивилизации. И все три компонента крови присутствует в каждом из нас. И мы носители, воплощенные мечты, вот так сказать, из вот этих трех слепетничных, огромные, величественные, прекрасные. И в этом смысле гаджи, мы сегодня ехали по городу с экскурсией. Я говорю, вы не представляете, какая связь без дела со всем. Вот посмотрите на этот дом. И что вы думаете? Его автор работал у нас, вот там-то, там-то, а вот это-то, там-то и так далее. А вот это, допустим, принц Леконде, который он построен, ну вот он должен был здесь размещаться, ну и так далее. То есть связь гаджиная с отечественной историей, начиная еще с новгородских, колоссально, и нужно ее тоже постоянно помнить. Ну а так прошу и выделить. То, что получилось, так получилось. Вам, Санна, сколько работали над этим проектом? Полгода. Полгода плодотворной работы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, а теперь я хочу с вами еще поделиться очевидным. У нас еще открылось три выставки, как вы смогли заметить. Это выставка, фото-выставка, вот автор Дмитрий Ивашенцов. Земли и воды от Ладоги до Балтики. Фотография. Выставка будет работать до 3-5 мая, поэтому приходите, смотрите. Как и все остальные, впрочем. Выставка весенний бельтфлер Ильи Якина. И розовые очки Ольга Муховна, живопись. Если вы не возражаете, давайте авторы тоже скажут несколько слов о своих выставках, потому что на самом деле это очень интересно. Дмитрий, пожалуйста. Хорошо. Чуть назад, если можно. Дело в том, что я как раз привык выставлять живопись, а неожиданно для меня самого получилась фотографическая выставка на этот раз. Вот. Ну, на самом деле я в какой-то момент увлекся, снимая разные всякие штучки путешествий и собрал довольно большую коллекцию всех разных. Еще у меня есть даже есть арбом, посвященный, ну, не очень большой пока, но посвященный плакатам самодельным об охране леса от пожаров. Когда собираешь много вместе, то это получается целый жанр. Такого беззанного фантера. Ну, много всяких разных вещей. Ну, в данном случае я отобрал какую-то общую выставку, посвященную открытию прекрасного пространства, которая представляет вот эту идею всей этой земли, которая лежит вокруг Невы, с кьюга от Лады, к северному. Ну, я не буду этого говорить. Да, потом просто авторы будут около своих выставок, вы зададите вопросы. А Оль, Оль, ну ты здесь? Олечка. Оль, Ольга, да. Вот. Ольга сделала великолепную выставку, вот представила розовые очки, тоже мы попросим ее сказать пару слов о своей выставке. Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, розовые очки – это такая понятная ассоциация всех. Весна, любовь, розовые очки, все прекрасно. Мир полон мира, цветок, любви. И, в общем, мне кажется, что когда смотришь на мою выставку, ну, как-то приближаешься к этому состоянию. Так что я желаю всем новых очков. На весь год, на самом деле, на весь сезон, не обязательно весной. Она всю жизнь так. Да, спасибо. А вот Лилия Яхина представила необыкновенную выставку, роспись по шоку, кобелены. И тоже пару слов, пожалуйста. Пару слов. Ну, я очень рада попасть на удачу. Ну, это полное случайно, что это именно здесь состоялось. Когда Елена мне позвонила, я не знала, где все это будет. А оказалось, что кобелент, который я открыла давным-давно-давно, предполагалось, что он в рождественное, каким-то образом сюда вот это будет приятно. Не в рождественное, но хотя бы в гачев. Вот. Поэтому я считаю, что это счастливость, течение обстоятельств каких-то, Евраев. Совпадение. Спасибо. А теперь, еще кроме всего прочего, я хочу вас порадовать, что у нашего арт-пространства уже появился первый партнер. Владимир. Где Владимир? Это сеть магазинов цифровой техники «Кей». Это интернет-магазин «Кей.ру». И 30 супермаркетов цифровой техники, из которых 19 магазинов работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И еще 11 в регионах России. Ассортимент сети составляет более 20 тысяч позиций. И все подробности вообще об этой сети вы можете узнать у сотрудников этой сети. Они находятся... Это наши ближайшие соседи. Мастерская, где мы заканчивали этот макет, находилась этажом ниже. Как раз пососедствовала сетью магазинов цифровой техники «Кей». И вы знаете, они такие замечательные партнеры, что предложили для нас с вами интеллектуальный конкурс. Не просто, а с подарками. Поэтому прошу быть внимательными. И сейчас прозвучат пять вопросов. Правильно ответившие получат замечательные подарки. «Итак, внимание! Прошу подойти всех! Все, все, пожалуйста! Я буду говорить про...» «Иди сюда!» «Иди сюда!» «Пожалуйста, встаньте, пожалуйста!» «Иди сюда!» «Изамагетта, выйдите сюда!» «Потому что, возможно, ждет вас счастье!» «Так, иди быстрее, быстрее!» «Внимание!» «В июле 1882 года начала функционировать первая в России междугородняя телефонная линия». Кто сможет ответить? Галина Анатольевна, можно я чуть потише? Кто сможет ответить? Какие два здания оказались на связи? Ответ. Зимний дворец и Гатчинский дворец. Так, вариант есть Зимний дворец и Гатчинский дворец. Мы хлопаем победителю. Я не назначил в ответ. Первыми в России телефонные линии были соединены к Зимний дворец и Гатчинский дворец. В то время возможность говорить по телефону была только у высокопоставленных людей. А сейчас смартфоны стали постоянным спутником человека. Владимир, чем вы осчастливили нашу победительницу первого вопроса? Я считаю, самый лучший подарок тот, которому ты можешь выбрать сам. Поэтому мы дарим вам подарочный сертификат на 1000 рублей. Вы можете подрать его в любом магазине ИК, Санкт-Петербурге или регионах. Или этажом ниже. Этажом ниже или в любом магазине Гатчинского. Вопрос второй. В 1881 году впервые в Российской империи в Гатчине появилось электрическое уличное освещение. Кто был изобретателем угольных и дуговых ламп, которыми освещалась улица? Яблочки, 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 яблочки. Итак, Андрей Вячеславович Бурлаков подходит за свои подарочки. А яблочки, это будет четко правильное. Привет, Сергей. Спасибо. Ответ. Павел Яблочков был изобретателем так называемой свечи яблочков. Угольной и дуговой лампы. В 21 веке все больше популярностью пользуются электросберегающие лампочки. Третий вопрос. Подходите ближе. Вас, возможно, ждет ваше счастье. От любого. Ну а ГУК какой фирмы является официально сертифицированным гаджетом для работы в космосе? Гатчина, как известно, имеет непосредственное отношение к космосу. 22 апреля, кстати, мы приглашаем вас всех на Космическую субботу. На большой сцене торгового комплекса КУБУС будет проходить наше мероприятие. Итак, какой фирмы Ноутбук является официально сертифицированным гаджетом для работы в космосе? Еще варианты? Юлия Паккар. Еще варианты? Леново. Валентина Владимировна Юлина из Северской. Получается? Спасибо. Поверь. Леново. Ноутбук Леново, модель А31Р, для Победы достаточно назвать только марку, что и сделала Валентина Владимировна. Круто. Четвертый вопрос. Житель Ганчины Сергей Луфьянов совершил пешее кругосветное путешествие. Что из техники он взял с собой? Лесипед. Компас. Это аппарат. Компас? Более универсальное устройство. Смартфон. 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 И? Зонтик. И? Гаджет-гаджет. GPS. GPS. Навигатор. Отлично. Ну, как же они будут? Как поделиться? Как же поделиться? Ну, я могу уступить женщине. Прекрасно. Да. Елена получает подарочек от сети магазинов цифровой техники «Гей», а правильный ответ звучит так. Сергей Лукьяненко пользовался в путешествии только смартфоном и навигатором. Если вы когда-нибудь так же решитесь отправиться покорять мир, то всегда сможете спуститься на второй этаж в магазин цифровой техники «Гей» и приобрести себе технику с минимальным весом «Гей». И последний, пятый вопрос. Несмотря на то, что в Гатчине мало водного пространства, именно в нашем городе прошла демонстрация первой подводной лодки, запущенной в серийное производство. Сейчас существует множество приборов, позволяющих измерить скорость движения морского судна, однако указывают ее по-прежнему в узлах. Откуда пошел данный термин? В какой корне? В узлах. В узел. Скорость. Думаем, последний, наверное, трудный вопрос. Да. Там узлы завязывали они какие-то. Да, сам тем. Расстояние, которое ты пробудешь за время завязки узла. А что завязывалось, что к чему и как? Узел. Не, ну, вопрос, какой узел теперь. Да. Узел. Канат, наверное. Я предлагаю. Веревочка. Не заменить вопрос. А подарочек, я вам скажу всем правильный ответ. А подарочек мы вручим Александру Александровичу Семочкину. Правильно. Огромневая ответ. Да. Откуда. Я думаю, он знает даже ответ, просто он нас не слышит. Да. Вот кто-кто? Да. Александр Александрович, мы сейчас вам расскажем, что это за кулечек. Это подарочек. От сети магазинов цифровой техники ГЕЙ. За правильный ответ на вопрос, который прозвучал, но ответ, который озвучу я. Итак. Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаккор. Треугольную доску с привязанной к ней веревкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время и считали, насколько узелком размотается увлекаемая лагом веревка. Пока судно движется вперед. Эта единица измерения и получила название «узелку». Сейчас каждый может оценить преодоленный собой путь с помощью шагометра, навигатора и просто смартфона GPS. А мы теперь все знаем правильный ответ. Слава нам! А теперь предлагаю. А теперь чай спите. Которые развяжутся именно, да? Как интересно.